Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня у нас с вами четвертая часть марафона ЦИПа. Нам нужно будет оформить эту деталь, которую мы делали в прошлый раз. Длинную-длинную полотно будем сегодня его оформлять. Для этого нам понадобится метровая лента, петельная проба. Не выбрасывайте до конца марафона, потому что если вы вяжете что-то другое в перерывах между платьем, то, скорее всего, меняете плотность, пряжу и можете забыть, на какой плотности вы вязали конкретно это изделие с конкретно этой пряжей. Поэтому вот эти данные все, пожалуйста, сохраняйте. Они очень вам пригодятся, если вдруг вы забудете. Потому что я, например, не помню, на какой плотности я вязала вот это полотно. Взяла первую информационную нашу страничку и сразу вспоминаю, что вот моя петельная проба, вот моя плотность и не пропаду. Кстати, чтобы убедиться, что плотность у вас соответствует, вы можете измерить полученное полотно. Оно достаточно большое. И подкорректировать петельную пробу, если это необходимо, потому что в следующий раз мы будем с вами заканчивать наше платье и петельная проба должна быть идеальной. Так вот, вы знаете, сколько рядов петель вы провязали. Прямо здесь можете написать, что у вас 200, сколько там, 300 рядов, столько сантиметров, сколько, 60 петель, столько сантиметров. Петельная проба будет гораздо более качественная и правильная. Поэтому тут же корректируйте ее и следующая часть, когда мы будем с вами завершать наше платье, пройдет совершенно спокойно, правильно и без ошибок, которые могли бы быть, если бы вы этого не сделали. Плюс к этому, если вы будете вязать платье из этой же пряжи, у вас уже готовая идеальная петельная проба. Итак, отступление закончили. Итак, сегодня мы должны с вами оформить деталь. Она у нас связана в поперечном формате. То есть, это юбка. И эту юбку мы сейчас будем с вами оформлять сборочкой. То есть, мы должны сделать планку снизу. И мы должны с вами сделать пояс сверху. Планка и пояс имеют разный размер. То есть, во-первых, пояс у нас имеет 2 см, планка 3 см. Это первое отличие. Второе отличие. Если мы снизу сделаем такого же размера планку, как пояс, ребенок просто не сможет ходить. Поэтому планка по нижней части определяется размером шага нашей куклы, либо нашего ребенка, либо на кого вы будете вязать. Узким быть не может. Вот. Размер пояса определяется объемом, либо груди, либо талии, смотря где вы будете делать этот пояс в дальнейшем. То есть, поэтому определяемся с размерами. Берем нашу модель и смотрим, какой шаг я могу себе позволить. Я помню, что у меня здесь. Напомню себе. Размер детали 23. Вот пройму. Так, 23. Где-то здесь у меня будет заканчиваться наше платье. И смотрю, какой размер шага я могу позволить себе в этом месте. Чтобы ребенок мог ходить. То есть, учитывая, что дети бегают, прыгают, ведут себя очень бодро. Поэтому шаг должен быть достаточен, чтобы ножки не спутывались. Итак, размер шага 44. Первая деталь представляет из себя 44 см длину и 3 умножить на 2. Потому что это планка. То есть, вяжем 6 см, заворачиваем и у нас получается 3 см планочка. 44 см. Вторая деталь будет гораздо более длинной. Я думаю, что мы ее свяжем на всю машину. Независимо от того, какого размера у нас ребенок. Либо не на всю машину. Но сейчас посмотрим. Берем опять же нашу модель. И смотрим, какого размера бант я хочу иметь на кукле. То есть, это будет пояс, который будет завязываться. И завязочки будут завязаны в бантик. Но не менее метра. Метр это в идеале. А там сколько посмотрим. Если метр умножить на 2.86, это уже, вы видите, 2 метра это уже 200 игл наши. То есть, это все наши 200 игл в любом случае. Если вы вяжете на ребенка, то еще и больше. Смотрите сами, какого размера вы хотите иметь завязочки. Я вяжу просто на длину машины. Это первое. И второе. Для того, чтобы сделать соединение с... Так, 2 сантиметра не сказала. 2 сантиметра умножить на 2. Точно так же, потому что это подгиб. Мы вяжем 4 сантиметра. Заворачиваем и получаем 2 сантиметровую планку. И второе, что очень важно. Вот здесь у меня середина пояса. Если с нижней планкой все понятно, как есть, так есть. То здесь у меня получится, с одной стороны я присоединяю деталь, с другой стороны у меня остаются хвосты. Сколько хвостов оставлять? Измеряю нашего ребенка. Получаю 38 сантиметров. Это такой момент при этом. Если очень туго делать, ребенок дышать не сможет. Если очень свободно, это платье будет болтаться. Поэтому смотрите, у меня в обтяжечку 37 сантиметров по грудной клетке. Вот там, где у нас будет соединение этих полотен. Если я сделаю 40, вполне возможно, это будет нормально, либо это будет очень туго. Не могу сказать. Давайте сделаю 39. То есть определите сами, насколько свободно вы хотите делать этот пояс по платью. Потому что завязки у нас будут идти дальше, а здесь как сделаете, вот столько и будет свободы. Определитесь с этим сами. Я делаю 39. Ну или 38. У меня куклы, я делаю 38. Это 19 и 19 сантиметров от центра. Это 0. Потому что в центр мы с вами пришьем полотно, юбку. И края остаются, сколько остается. Вот таким вот образом мы сегодня с вами будем оформлять. Мы даже связать эти две детали и соединить их с юбкой. Понятно, что это юбка. Делаем расчет. 44 сантиметра. Это петли. 44 умножить на петельную пробу 2,86. 125,8. Ну давайте. Люблю четные числа, особенно когда дело касается раскладки в обе стороны относительно центра. 125,8. 126. Вот как будет на растяжку 124 петли. 124 делим на 2. Получаем 60. Так, 162 и 62. Это я для себя, чтобы знать, как располагать на машинке относительно нуля. 3 умножить на 2. Итого 6 рядов. 6 умножить на 4 и 6. 27,6. 28 рядов всего. То есть 3,2 и 6 сантиметров равно 28 рядов. 200 это вся машина. 19 и 19 это 38. Умножить на 2,86 петельную пробу получаем 108. 108. Вот здесь вот. Это 54 петли и 54 петли относительно центра машины. Просто для меня так удобно. Я считаю плохо, поэтому расписываю все для себя сразу, чтобы не ошибиться. Если я неправильно посчитаю, неправильно надену, неправильно провяжу, ну, сами понимаете, что все будет неправильно. Поэтому исключаю такую возможность для себя. И 2 на 2 это 4 сантиметра равно 4 умножить на 4 и 6 петельную пробу. 18 и 4,18 рядов. Итого, мы с вами должны провязать 2 детали. Одна, 124 петли на 28 рядов. Надеваем нашу платье, основу, провязываем вот эту планку, соединяем. У нас готова нижняя часть деталь. Верхняя часть это пояс. Провязываем на всю машину 200 петель, 108 петель. На 108 петель мы будем надевать нашу юбку. Видите разницу? 108, 124. Еще раз говорю, потому что сверху это объем нашего ребенка, а снизу это та длина, та ширина полотна, которая позволяет спокойно двигаться. Потому что ноги должны двигаться, ребенок бегает, и он не должен спотыкаться из-за платья. Поэтому определяете. Если платье короткое, короткое совсем, то можно и поменьше делать. Если платье вы решили сделать длинным, тогда учтите, что и свобода должна быть достаточная. Ну вот на сегодня такой у нас план, оформить нижнюю часть нашего платья. Идем оформлять. Как мы надеваем полотно? Поскольку у нас симметричные стороны, без разницы, какую мы из них берем, и надеваем на иголки по расчету. У меня есть. Сначала делаем нижнюю планку. Видите, сборка получается достаточно приличная. Выставили иглы по расчету. И надеваем середины полотен. То есть сначала надели краешки полотна, потом середину, потом ищем середину каждой середины. За протяжку. То есть не надо. Нашли середину на средний угол. Здесь примерно, самое главное, чтобы примерно одинаковые провисы оставались. И теперь уже опять середина на середину. Проверили, что одинаковые провисы. И протяжки надели на иголки. Целый петельный столбик не надо. Это много. Если вы видите, что получается отверстие, чтобы не было дырочки, берите протяжку свободную и надевайте по две протяжки на одну иголку. Таким образом вы делаете и стяжку хорошую, и мы избежим возможных отверстий. Хотя их и так не будет все стянуто. Но если у вас очень широко расположенная, очень хорошая, очень сильная стяжка, и вы берете петельные столбики, протяжки от петельных столбиков далеко друг от друга, то могут получиться отверстия в итоге. Поэтому берите по два протяжки, по две протяжки на одну иглу, тогда точно все будет очень плавно. Вот здесь лишняя протяжка, и могу ее надеть на вторую иглу. И у меня точно не будет никаких отверстий. Таким образом мы надеваем все полотно, получаем равномерную стяжку. Видите, у меня складки, не складки, а сборочка, вот такая вот равномерная. Плюс к этому у нас еще подтянется полотно, когда мы будем провяжем, потому что оно усаживается. И прекрасно мы с вами получим планочку. Все, полотно на иглах. Еще такой нюанс. Когда мы с вами провяжем это полотно, у нас петельный столбик изнутри должен уйти на подшивку. То есть в данном случае я сейчас покажу вам. Я надела на крайнюю иглу первую петлю. То есть видите, с одной стороны первую петлю, а с другой стороны первую петельный узелок. Потому что известно, что с одной стороны у нас на одну петлю больше, а с другой стороны у нас вместо петли узелок. Вот этот узелок со второй стороны я надела крайнюю петлю. Вот она крайняя петля, и она у меня пошла на иглу. Когда мы будем сшивать наше изделие горизонтальным трикотажным швом, у нас добавится еще один ряд. На планке у меня этого ряда быть уже не будет. То есть его будет не хватать. И плюс к этому, если я зашью планку с одним петельным столбиком внутрь, у меня не будет хватать двух петельных столбиков. Это уже ощутимо. Это будет уже такой нехороший зажим вот в этом месте. Поэтому, чтобы избежать такой проблемы, я достаю петлю петлю и добавляю себе одну петлю. Можно просто взять и добавить с одной стороны. То же самое делаю с другой стороны. Достаю еще одну петлю и добавляю петельный столбик, который у меня уйдет внутрь. беру нить. Можно завязать узелок, а можно оставить так. Убрать его потом в планку. И провязываю 28 рядов. 28 рядов по расчету. Обращайте внимание, что плотность у нас седьмая. Но, поскольку у нас первый ряд идет вот такой вот, с протяжками, плюс к этому этот ряд мне будет нужен для того, чтобы я надевала петли на него и соединяла. Первый ряд у меня будет не на седьмой, а на девятый, а то и девять с половиной. Один ряд. И, кстати, этот первый ряд может не идти в расчет вязания, потому что он совершенно не даст мне прихода петель. Он практически не будет давать мне длину. Поэтому первый ряд на достаточно рыхлой плотности. Я аккуратненько провязываю. У меня щетки я могу их опустить и провязать. У кого нет щеток и машина сама не держит полотно, пожалуйста, навешивайте грузики, навешивайте оттяжки и провязываем первый ряд. Очень аккуратно, спокойно. Поддерживаю полотно. Провязали. Петли, видите, достаточно объемные. Обнуляем щетчик. Плотность на рабочую семерка. И все. И 28 рядов теперь можно спокойно провязывать. Провязали. И теперь аккуратно, вот я, видите, поставила иглу чуть-чуть вперед. Протяжки, которые у нас получились, вот они, самые первые, надеваем на иглы. Очень осторожно, аккуратно, не торопясь. Вот тут вторая, вот тут первая. Если присмотреться, их тут хорошо видно. Если не видите протяжек, надевайте на иглы в соответствии с петлями. Вот видите, у меня идет петля, петля, петля. В соответствии с петлей надевайте самую нижнюю протяжечку, которую видите, на иголку. Не ошибетесь. Периодически проверяйте, что вот он, петельный столбик. Вот тут у меня, так, вот это игла, вот он, петельный столбик. Так, еще раз. Вот он, вот он, вот эта вот петля должна быть вот тут. Таким образом вы никуда не сместитесь и аккуратненько наденете все петли на иголки. Все, что надели, поставили в переднее положение. Таким образом надеваете протяжки на иголки и просто закрываете косичкой, либо иглой, как хотите. Соединить можно руками. Если вы привыкли сшивать руками, пожалуйста, снимайте полотно, надевайте вручную. Вообще никаких проблем. Самое главное, чтобы вы соединили планку с основанием, верхний край планки с его основанием. И все, соединили и на этом первая часть нашей работы на сегодня будет закончена. За счет того, что мы делали первый ряд таким объемным, вот они эти протяжки, даже видно, они отстают немножко от основного полотна. Конечно, они все здесь одного цвета, поэтому не очень все это хорошо. Но когда, если бы мы не увеличивали плотность, эти протяжки, то есть первый ряд, который у нас провязался, был бы очень тугим. И мы бы с трудом отрывали эти протяжки от полотна. А так они сами стоят, можно сказать, оттопыриваются от вязания, отстают от вязания и дают нам возможность их и увидеть, и надеть на иголки. Так надели на иглы все полотно, закрыли косичкой. Берем нить. И аккуратно закрываем. Я закрываю косичкой, вы закрываете, как вам понравится. То есть одновременно соединяем две петли. Самое главное, не перетягивайте, стараться делать петли одного размера. Тогда все будет ровненько. Перетягивать не надо, очень рыхло делать не надо тоже. Получили планку. Вот она, готовая планочка. Вот так вот, она сейчас у нас уляжется. И, поскольку сейчас полотно пока растянуто. И пусть себе укладывается потихонечку. Видите, присборка. Вот она. Так все это пышненько будет стоять. И планка ограничена. В принципе, все равно тянется. И если мы просчитали правильно шаг ребенка, мешать ходить не будет. Платье должно быть покороче, планка пошире, тогда проблем не будет совсем никаких. Это так, первую часть мы сделали, вторая часть. Со второй частью мы поступаем абсолютно так же, с той разницей, что мне нужны петли на всю машину. То есть сейчас я оставляю в центре машины 108 петель, 54-54. На остальных петлях я сделаю набор набросов у нит, чтобы у меня были открытые петли по поясу. Не буду делать ни обвивания, ни какие наборы косичкой, открытые петли. То есть я от края до 54-й петли делаю набор набросовую, оставляю 108 петель для того, чтобы надеть полотно. И на оставшиеся от 54-х до края полотна следующего я тоже делаю набор набросов у нить. После этого на 108 петель надеваю, точно так же, как я только что делала, вторую часть юбки. И мы на всех этих иглах провяжем 18 рядов. Итак, край набросовую нить. Один край набросовую нить. Второй край набросовую нить. Середина у меня свободна. И вот на эту середину, которая у меня ничем не занята, я сейчас навешиваю полотно. По расчету, как рассчитала, так и навешиваю. Чуть-чуть достаю иглы, чтобы их только было видно. Обязательно прикройте вторую игольницу, если она у вас есть. И начинаем надевать полотно вторым краем. Сначала одну часть, потом вторую. Видите, провис совсем большой. И нам его надо вложить на вот эти вот иглы. На первую иглу, так не забываем, что изнанка к себе. На первую иглу первую петлю. Ну и протяжку рядышком, чтобы держалась. И иглу вперед. И здесь точно так же. Чтобы не слетали иглы. Чтобы не слетало полотно с игл, можно взять скрепку и зацепить закалки. Вообще никогда ничего не свалится, иглу держатся. Если есть скалки, конечно, на машине. Со второй стороны точно так же. Иголку и протяжку. И скрепку. И все. У меня держатся края полотна. Середина. Середина. Вот тут она как есть. И надеваю середину. И так далее. То есть, то, что мы уже с вами делали, выполняем еще раз. Все провисы убираем. Сначала один. Потом ищем середину второго провиса. Протяжки. Аккуратно. Середина. Середина. И так далее. И так далее. Надеваете аккуратненько со сборочкой наше полотно. У вас есть открытые петли готовые. У вас будет полотно, висящее на иглах. И на всех-всех иголках провязываете по расчету. 18 рядов. То есть, вы все надели. Здесь уже готовое полотно. Здесь уже готовое. Здесь будет готовое. 18 рядов провязали. И будем делать то же самое, что мы делали внизу. Собирать планку. И закрывать косичкой. Надели. Провязали. Вот бросовая нить. Вот. 18 рядов. Я надеюсь, что вы не забыли первый ряд. Не учитывать на счетчике. И провязать его на более рыхлой плотности. Для того, чтобы вот в этом месте мы с вами могли совершенно спокойно петли надевать. И делаем все то же самое, что делали у нас в предыдущий раз. Берем. Здесь вообще все просто надеваем открытые петли. Так. Но для того, чтобы было удобно. Поставляем петли. В среднее положение. Потому что, когда петли у нас находятся в рабочем положении, полотно может с них просто слететь. И берем либо декер, либо шильд, у кого что есть. Начинаем надевать все петли на петли, либо протяжки на иголки. И закрываем рабочей нитью. Все. Это наша работа на сегодня. Аккуратно снимаем оттяжки, если они есть. Открытые петли отлично видны. И мы просто их всех надеваем на иглы. Бросовую нить можно будет снять потом. И вот таким образом оформлять можно лучше. Даже тем, у кого машинка с ручной прокладкой, то есть сама держит полотно. И вы привыкли начинать работу с обвива. Можно, конечно, и обвивом. Но вот такой вот вариант, он мне кажется более правильный. Даже для этих машин. Все, надеваем открытые петли. Я не сказала, но делаем как, когда мы с вами провязывали тоненькие маленькие детальки во второй части, через катушечную нить. Тогда у вас петли, видите, отлично разделяются. Основное и бросовое полотно. И нет проблем с разделением. Вы просто вынимаете катушечную нить, и у вас бросовая нить сама отлетает от полотна без усилий. Как только вы доходите до начала петля, петля, а следующая уже идет протяжка. Вот протяжку нашли и надели, протяжку нашли и надели, пошли надевать протяжки. И все иглы в переднее положение, потому что из этого положения гораздо удобнее делать закрытие косичкой. И после того, как вы надели все полотно, опускаете иглу. В среднее рабочее положение и закрываете петли косичкой через обе петли до конца полотна. После этого вы просто выдергиваете катушечную нитку, у вас отваливается бросовая, и вы получаете чистое полотно. Я оставляю петлю, потому что у меня еще не до конца надеты петли по всей длине. Поэтому сейчас я надеваю петли на иглы и закрываю косичкой весь ряд. Итог нашей работы. Планка снизу и планка с завязками сверху. Край остается с открытыми петлями, которые мы зашьем в следующий раз, когда будем заниматься окончательной сборкой нашего платья. И вот такую вот деталь надо выполнить в качестве домашнего задания. Завязки чем длиннее, тем лучше. Понятно, что у нас мы ограничены длиной машинки. Если вы вяжете на ребенка, завязок вам не хватает. Делайте из двух частей. Но желательно соединение выполнять все-таки не посередине платья, на самом видном месте, а где-нибудь с краешков. То есть делайте соединение где-нибудь вот здесь, где будет завязан узелок. То есть соединять хвостики желательно подальше от середины. Потому что здесь, если неаккуратно сошьете, на самом видном месте сделайте шов. Выполняйте шов соединения этих деталек вот где-нибудь на месте узелка. Потому что понятно, что завязывать бантик мы будем тут. И узелок у нас как раз спрячется. Присылайте фотографию детали и домашнее задание четвертой части марафона. Цепочка считается выполненным.